Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео по таким играм, как American Truck и Euro Truck Simulator 2. Сегодня я вас хочу познакомить с одним очень интересным нововведением на моем канале. На самом деле, эту таблицу с лучшими модами для ATS и ATS я веду с октября 2021 года. И те, кто подписан с тех времен на наш Discord сервер канала, тот про эту таблицу прекрасно знает. Но как-то я упустил этот момент и не записал подобное видео раньше сам, если честно, не понимаю почему. В общем, в чем суть этой таблицы? Здесь, в этой таблице, собраны лучшие, в кавычках, по моему личному мнению, моды для игр American Truck и Euro Truck Simulator 2. Данная таблица обновляется достаточно регулярно. Я стараюсь раз в неделю, примерно в воскресенье, либо в субботу ее обновлять, так как, ну, естественно, за неделю выходят новые моды, либо обновляются какие-то старые. И за актуальностью ссылок нужно следить. В общем, друзья, все это было сделано для вас. И я надеюсь, что эта таблица вам действительно пригодится. Давайте сделаю небольшой краткий обзор и, в общем-то, отдам вам эту таблицу на растерзание. По навигации снизу здесь у нас есть вкладки American Truck Simulator, то есть моды для American Truck Simulator, Euro Truck Simulator 2, платные моды для American Truck Simulator и платные моды для ETS 2. Платные моды – это пока что проба пера. Там не так много модов, но буду надеяться, что авторы платных модов, так сказать, дадут добро на то, чтобы я их моды, ссылки на их ресурсы добавлял в эту самую табличку. Итак, для American Truck Simulator у нас доступно несколько категорий, а именно грузовики, в которых расположились, ну, действительно лучшие грузовики, которые только можно сейчас найти на достаточно скудном рынке тягачей для ETS. Трейлеры. Тоже их здесь не слишком много, но они очень-очень классные, достаточно имеют хороший пакет тюнинга и модели у них выглядят действительно неплохо. Категория легковые автомобили здесь просто преисполненная. Здесь очень много легковых автомобилей, качественные все, со своими салонами, с качественной внешкой, ну, просто действительно очень-очень классные моды. По картам. Здесь исключительно только про модс. Я не стал добавлять Мексику, я не стал добавлять Североневаду. Если подобные запросы будут от вас поступать, в большом количестве я эти моды, пожалуйста, сюда добавлю. Также были добавлены времена года. Все эти погодные моды у нас от Grimes. Ну, зима, наверное, как-то не особо пользуется спросом в ETS, но поздняя осень, ранняя осень, лето и весна, я думаю, в American Truck Simulator будут смотреться достаточно неплохо. Категория звуковые моды здесь представлена не только модами, которые улучшают определенные звуки и тягача. То есть, например, Airbrake у нас тут присутствует, звук шин от колес. Также у нас некоторые погодные эффекты поменялись. Есть, конечно же, SoundFix Packs. Ну и, ребята, как я мог обойтись без легендарных, зимотсовских, бесплатных звуков для Caterpillar, Cummins и Detroit Diesel. Ну и в категории прочие моды здесь у нас и Live Transportation Paint Job Pack, реальные логотипы, CISL и реалистичный FOV в зеркалах. Да, кому-то может показаться, что как-то скудновато в American Trucking. Ну, ребята, такая игра. Модов на нее не особо много. Это все-таки не Евротрак. Там как бы, сами все прекрасно понимаете, специфика, скажем так. В Евротраке ситуация гораздо интереснее. Во-первых, у нас такая же точно идет категория грузовиков, в которой, еще раз повторюсь, собраны лучшие, по личному моему мнению, моды, которые только вообще, в принципе, для этой игры выходили. Также здесь появилась, обратите внимание, категория автобусы, которые нет в American Truck Simulator. Легковые автомобили плюс-минус одинаковые здесь у нас идут. От American Truck они практически не отличаются. Категория трейлера здесь немножечко пошире, нежели чем в АТСке. Даже присутствует, обратите внимание, легендарный CS трейлер патч. Карты. Здесь карт тоже побольше. Здесь у нас в основном золотая сборка и упор идет на нее. Также здесь, вот, обратите внимание, будет постоянно обновляться видео. Я стараюсь обновлять золотую сборку русских карт по мере выхода официальных патчей к этим самым картам. Ну и, соответственно, все это я стараюсь приравнять к официальному релизу нового патча для игры. То есть, по идее, следующий видос по сборке, ну, должен либо вот выйти совсем-совсем скоро, либо только в следующем году. Также у нас есть здесь промоц, Rusmap, Volga Map, карты Японии. Тоже очень классная карта, решил я ее сюда добавить. Погодные моды от Grimes'а здесь точно такие же, как для Американтрака. Новая категория в Евротраке, которой нет в Американтраке, это скинпаки, скины реальных компаний. Тут у нас собраны, обратите внимание, даже есть грязные скины для кроны. Ну, естественно, для этого вам нужен будет кроны, трейлер DLC. Звуковые моды здесь немножечко, так скажем, усеченные, но зато здесь у нас есть мод, который вот эти скрипы в салоне улучшает, которые добавились в 1.48. В общем, действительно, его советую поставить. Для Американтрака я его пока не нашел, но, видимо, работа ведется. Ну, и также здесь еще есть отличительная особенность, это Яндекс.Навигатор. Ну, и тюнинг-паки, которых также нет в Американтраке, Экотракпарц, обалденная тема, моды от Белки ставить вообще рекомендую, офигенная история. Легендарный Сисл Мегапак в Американтраке он тоже есть, и просто в качестве приятного бонуса решил добавить паки в Ампилов белорусских и российских регионов. Вот такая вот история. Для Евротрака, согласитесь, модов побольше, грузовиков побольше, разнообразие транспорта, трейлеров и кард побольше. Ну, блин, это Евротрак, что тут скажешь. Переходим к категории платные моды. Здесь у нас царствует Женя Рудаков. Что для Американтрака, что для Евротрака, здесь исключительно пока что его моды. Но, повторюсь, если вдруг кто-то из авторов платных модов разрешит, так сказать, добавить ссылки на их ресурсы сюда, я с удовольствием это сделаю. И также обратите внимание, что для всех модов в категории Американтрака у меня есть обзор на последнюю актуальную версию. И как только какая-то новая версия будет выходить, я здесь буду ссылку на обзор тоже обновлять, чтобы человек зашел, увидел, посмотрел, понравилось, кликнул по этой ссылке, его перекинуло в официальное сообщество ВКонтакте и он там этот мод замечательный приобрел. Для Евротрака то же самое, то есть все абсолютно то же самое, вообще абсолютно без каких-либо изменений. Вот такая вот, друзья, история, вот такая замечательная таблица, которая существует уже достаточно долгое, можно сказать, время делалась. Она только лишь для вас, для вашего удобства. Ну и чтобы я просто, откровенно говоря, не засирал канал одинаковыми обзорами, ну смысл делать обзоры на вот эти все моды, вы представьте, что это будет. Тем более плюс-минус на все моды из этой таблицы обзоры на канале у меня уже есть. Искать как-то это все, там обзоры под актуальные версии, ну мало кто хочет, а тут есть вот эта таблица, ты ее просто добавляешь к себе в закладки, раз в неделю заходишь, посмотрел, о, какая-то новинка, либо что-то обновилось, либо что-то добавилось. Ты просто раз скачал и все, и ты балдеешь дальше, и все у тебя по жизни хорошо. В общем, таблица, ребята, делалась исключительно для вас и для вашего удобства. Я надеюсь, вы этот мой порыв оцените, поддержите это видео лайком, добавите эту таблицу в избранное, пишите в комментариях, как вам идея, идея классная, такого еще никто не делал. А на этой ноте я с вами прощаюсь с нашими пожеланиями, пока-пока, еще увидимся.